Привет, друзья! Мебельная эксцентриковая стяжка, или как ее еще называют, минификс, определенно является хитом в мебелестроении. Минификсы являются незаменимым крепежом там, где нужно выполнить скрытое соединение плит, и исключены сквозные отверстия под стяжки-конфирматы. В этом видео мы рассмотрим два наиболее популярных и самых используемых варианта мебельных эксцентриковых стяжек, а также узнаем, как разметить и соединить мебельные детали с помощью простых стяжек с эксцентриком на 15 мм и стяжек-полкодержателей с эксцентриком в корпусе диаметром 20 мм. Простые эксцентриковые стяжки могут отличаться диаметром и длиной резьбовой части, типом резьбовой части штифта, а также диаметром и высотой самого эксцентрика. Для разной толщины плит существуют различные стяжки. Наиболее распространены стяжки для 16-мм плит с диаметром эксцентрика 15 мм и высотой 12 мм. Штифт стяжки может иметь различную резьбу. Саморезная или еврорезьба предназначается для вкручивания в засверленные отверстия диаметром 5 мм и глубиной от 8 до 11 мм. В случае, если штифт имеет метрическую резьбу, он вкручивается в специальную пластиковую футорку, которую заранее запрессовывают в плиту. Вариант с пластиковой футоркой хорошо использовать в не очень плотных плитах, там, где еврорезьба штифта может вырваться. Также футорка хороша как ремонтный вариант, когда штифт с саморезной резьбой уже не держится в плите, взамен которого всегда можно установить стяжку с футоркой. Второй по популярности идет стяжка-полкодержатель. Эта стяжка имеет короткий штифт с саморезной еврорезьбой, а эксцентрик расположен внутри корпуса, который запрессовывается в плиту. Корпус эксцентрика может быть выполнен как из пластика, так и из металла. Такой вариант хорош простотой установки. Сверлить нужно не три отверстия, как при варианте с простой стяжкой, а всего два. Также с такими стяжками мы получаем возможность сборки мебели в ограниченном пространстве, поскольку для установки полки не нужно разводить стены по сторонам, можно просто опустить полку сверху вниз. Некоторые производители предлагают стяжки с возможностью затяжки эксцентрика с двух сторон. Благодаря такому варианту можно установить, например, дно шкафа и при этом не будет видно крепежа. На штифтах таких стяжек чаще всего применяется еврорезьба, а диаметр отвертия под эксцентриковую часть с корпусом равняется 20 мм. Теперь перейдем к практической части разметки и установки эксцентриковых стяжек. Разметка под стяжку с эксцентриком на 15 мм. Сразу хочется отметить, что соединение на простых стяжках с 15-мм эксцентриками правильнее производить в комплексе с дополнительной установкой шкантов. Такое соединение, благодаря четкой фиксации деталей при помощи шканта, не позволит деталям смещаться, поскольку штифт стяжки дает определенный люфт, благодаря которому мебельная конструкция не будет иметь правильной геометрии и жесткости. Взяв за правило одна стяжка, один шкант, размечаю отверстие для сверления в сопрягающихся деталях. Разметку всегда произвожу от лицевого края каждой детали. Для удобства и точности присадки деталей в домашних условиях я использую простейший кондуктор для 16-мм ЛДСП. Такой кондуктор позволяет достаточно точно выполнять разметку и произвести торцевую засверловку отверстий под углом 90 градусов. Размечаю на торце плиты отверстие под штифт. Торцевое отверстие располагается ровно по центру плиты. На расстоянии 34 мм от края отмечаю середину отверстия под эксцентрик. При помощи 15-мм сверла Форстнера на глубину равную высоте эксцентрика высверливается глухое отверстие под него. При использовании сверла Форстнера нужно быть осторожным, чтобы не просверлить плиту насквозь. Для этого на сверло Форстнера я установил ограничитель глубины для сверл и широкую шайбу. Для тех, кто в первый раз пользуется таким сверлом, перед сверлением можно просверлить предварительное отверстие тонким сверлом 1,5-2 мм. Для того, чтобы вход отверстия был ровный и без сколов, пока не пройден твердый лицевой ламинированный слой, начинаю сверлить на небольших оборотах, стараясь держать сверло четко под 90 градусов и тщательно прижимать его к заготовке. Пройдя ламинированный слой, увеличиваю обороты и дохожу сверлом до упора в ограничительную шайбу. Далее с торцевой части сверлом 8 мм высверливается отверстие глубиной до отверстия под эксцентрик. Поскольку я использую кондуктор, в котором отверстие рассчитано на 5-мм сверло, сперва я высверливаю через кондуктор 5-мм сверлом, а затем уже 8-мм сверлом без кондуктора. Проверяю, что вставленный эксцентрик полностью утапливается в плите и не будет выступать. Далее на второй части сопрягаемой детали на расстоянии 8 мм от края сверлится 5-мм отверстие глубиной равной высоте резьбы штифта. Для этого я использую все тот же кондуктор. Вкручиваю штифты на свои места. На многих штифтах для удобства установлены пластиковые втулки. За них можно держать штифт во время вворачивания. Далее устанавливаю шканты в заранее подготовленные отверстия. Теперь можно соединять ответные части. Устанавливаю эксцентрики на свои места, соединяю две детали и поворачиваю эксцентрики. Соединение готово, а благодаря наличию мебельных шкантов детали держатся жестко и не между собой. Размечаем и соединяем детали при помощи стяжек полкодержателей с короткими штифтами. Итак, размечаем отверстие под короткий штифт саморезной резьбой. Затем на ответной части на расстоянии 9,5 мм от края отмечаем центр отверстия под эксцентрик. Далее 5-мм сверлом просверливаю глухое отверстие под штифт. А на ответной части при помощи 20-мм сверла Форстнера глухое отверстие под эксцентрик. Вкручиваю штифт, а в ответную часть устанавливаю эксцентрик в корпусе. Произвожу соединение деталей, после чего поворачиваю эксцентрик для фиксации. Еще раз хотел бы повториться, для более качественной разметки и засверловки деталей желательно пользоваться кондукторами, благодаря которым существенно возрастает точность, качество и скорость работы, а потраченные деньги на кондуктор столикой к вам вернутся в виде отсутствия брака, сэкономленных сил и времени. На этом все. Если мой ролик оказался вам полезен, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и до новых встреч!